Ну что ребятки, дебагмания ждете, да? А вот и дебагмания подъехала! Всем привет, с вами Динса, и сегодня у нас очередная часть дебагмании, или для тех кто не в теме, мои приключения в дебагмоде соникманией. На этот раз мы будем рассматривать уровень пресс-гарден. Ну что ж, никаких долгих вступлений, я знаю вы и так этого долго ждали, сразу переходим к делу. Я, если честно, открывая этот уровень, заранее ожидала, что ничего интересного особого такого не найду. Я понимаю, там флайинг бэттери, там еще какие-то уровни с какими-то интересными механиками, телепортами через карту, там сменой фона, ну в пресс-гардене, что может быть интересного в пресс-гардене? Ну да, газета вот прикольная. Похоже, пресс-гарден это сад прессы, будем звать его сад макулатуры. Ну смена высотного уровня это классика, я нашла тут тюрьму для соника, ну мы же этого нигде не видели, правда. А вот сейчас один небольшой кеп, я исследовала уровень вниз, опускалась по стеночке, а потом хоп и я оказалась на самом верху. И кстати, можно обратить внимание, что здесь небо, а на уровне в целом другой фон. Вообще пресс-гарден интересен тем, что он зациклен по высоте, то есть мы можем опускаться бесконечно вниз и мы будем как бы по кругу появляться сверху и... Ну я надеюсь вы поняли, что я имею ввиду. Такие зацикленные уровни встречаются в классике, ну регулярно. Что касается фона, вот вам резкий переход с одного фона на другой. Проникновение в левую часть с помощью таблички это уже классика. И здесь тоже есть что-то непонятное. Блин, эти дырки в стене выглядят как гличи. А вот и настоящие гличи, смотрите на фон. Шлейфы, обожаю шлейфы. И кстати, на этом участке фон опять стал небесным. Блин, мне это напоминает времена Windows XP, когда там вот такие вот окошки появлялись, помните? Ну блин, посмотрите какая красота. Ладно, давайте посмотрим, что же я все-таки сломала на этом уровне. Я не знаю, что это было и как, но вот такое вот дело. А здесь Соник просто проскочил сквозь дорожку. На самом деле это та самая петля, на которой можно застрять. Бегать на ней можно хоть до бесконечности, потому что уровень закольцован по высоте. Забавное место нашла. Ну что ж, мы приближаемся к боссу. Оказалось, что босс находится прямо за стенкой вот за этими пружинами. Я пришла не с той стороны, откуда должна была. И что же получилось? Соник просто вылупился в потолок и все. Он ни на что не реагировал, игра дальше не идет. Все, только перезапуск помогает. Вот если Соник падает как обычно, то босс запускается все как надо. А так мы, видимо, минуем какой-то триггер и все, игра ломается. Ну а мы можем погулять по уровню после запуска босса, почему бы и нет. А здесь у нас ни с того ни с сего образовался пол, ну бывает. Да блин, дайте мне уже убить этого Соника, чтобы начать заново, а. Ну вот так вот, на мой взгляд, пресс-гадерна, это такая скучная зона все равно. Нету каких-то вот таких глобальных кеков, ну сами понимаете, да? Ну тогда давайте посмотрим второй акт этой зоны. Может хоть там что-нибудь интересное найдется. Вот смотрите, если использовать дебаг-мод заморозки, то вы будете двигаться вот таким вот кубиком. По-моему, это довольно забавно. Но если честно, кажется, что это единственное, что здесь вообще заслуживает внимания. А вот это самый конец уровня. И что же мы здесь можем видеть? Доктор Эгман планирует своего Металл Соника. Вот здесь, кстати, в Соник Мании вот задумываешься, при чем здесь маленькая планета вообще? Ну и разумеется, Эгману глубоко насрать на то, что у нас тут Соник бегает. Вот стоило мне на два шага отойти, все, назад уже не пускают. Что? Хавишин обезопустился. Я возле капсулы стою. Кстати, заметьте, как здесь стена появляется из ниоткуда. Все истинно норм. Зверюшки, Шинеби, Эгман, Соник. Все в порядке. Ну вообще-то мне надо сломать босса, правильно? Прощай, Хавишин обе. Эй, а почему я не могу здесь упасть? Вот почему-то в левом направлении невероятно трудно проталкиваться с помощью табличек. Лалян. Аку тогда выйдем, поговорим за границей твоей площадки. Смотрите внимательно на Шинеби. Это так мило. Ну что ж, вот такие вот дела, товарищи. Очень мало, очень скудно. В пресс-гардене ни хрена интересного нету. Что нашла, то нашла. Поэтому получилась очень коротенькая серия. Единственное, что было прикольно, это вот Хэви и Шинеби. Как он, по лицу, бичом размахивает. Это просто милота. То, что Эгман там стоит. Надеюсь, в Тардас Пидвей будет что-нибудь поинтереснее. Я еще его не проходила. Тейлз вернется, кстати. И да, там гонка с Металсоником. Думаю, там можно будет что-нибудь наломать прикольного. Здесь же никаких интересных механик попросту нету. Ну, тем не менее, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Все такое. Вы же меня там любите. Дискорд заходите. Может быть, стримчик будет скоро. Ну, и всем пока, что ли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok